У пролетария нет средств производства, чтобы самостоятельно применить свою рабочую силу. Поэтому он вынужден ее продавать. Отсутствие средств производства в обществе, где продукт труда является товаром, означает отсутствие возможности произвести целостный, конкурентоспособный товар. Если у вас есть свой компьютер, на котором вы делаете частичный продукт у себя дома, это еще не значит, что вы владеете средствами производства. Средством производства тут является вся технологическая система. Она – единый производственный механизм, принадлежащий капиталу. А вы лишь пролетарий, частичный работник, пригодный для эксплуатации. Наличие компьютера в данном случае – это характеристика рабочей силы, которая позволяет ее наиболее эффективно эксплуатировать. Экономить на оборудовании рабочего места, вводить здельщину для выколачивания большего труда и не признавать за работником даже тех скудных прав, которые законодательно закреплены за той частью пролетариата, которая работает на предприятиях. Если такой надомный работник не обладает высокой дефицитной квалификацией и не может диктовать условия работодателю, его пролетарское положение становится худшим из возможных. Аналогично можно рассматривать смартфон или автомобиль для некоторых профессий. Они тоже не являются самостоятельными средствами производства.